Семинар Я вспоминаю, что если вопросы у вас появятся, связанные с курсами, есть телефон-центр, где можно эти вопросы обсудить, и, соответственно, есть описание курсов на сайте, если вдруг вам станет интересно. Вопрос, который мы обсуждаем, достаточно простой, и поэтому времени много семинар у нас не займет. Нам требуется обсудить концепцию метаданных, и самое главное, посмотреть примеры, где это может быть полезно. И обсуждать пользу применения метаданных будем на примере информационной базы, которая у нас осталась после курса по основным объектам. Это один из вводных курсов, и уже в этом курсе можно было бы метаданные применять. И поскольку непосредственно в курсе мы этим не занимаемся, то обсудим это в семинаре. Итак, идея метаданных крайне простая. То, что разработчик описывает деревья конфигурации, все это доступно с помощью встроенного языка, это можно прочитать. Записать нельзя, но большую часть свойств, которые описывают деревья метаданных, программно считать можно. Например, можно выяснить, какие есть конфигурации справочники, документы, можно свойства самой конфигурации прочитать. Можно выяснить, какие у документа есть реквизиты, какие есть табличные части, как настроены эти реквизиты, как настроен сам документ. Проводится или не проводится он, например. И будет очень полезно разобраться с тем, где же все-таки это можно применить. Начнем вот с такого. В этом курсе и в других курсах периодически возникает задача с помощью запроса считать из базы значение какого-то реквизита, какого-то там объекта. В качестве примера посмотрим, ну, например, какой-нибудь из документов. Например, документ продажи товаров. Здесь наверняка такой механизм где-то применяется. Номенклатура, когда она берет данные из регистра, это нам сейчас не очень интересно. А вот тот случай, когда она берет данные из реквизита на продажу из таблицы справочника. Возможно, что у нас появится огромное количество похожих задач, когда нужно обратиться к таблице какого-то справочника или документа и считать значение какого-то реквизита. Будет удобно, если мы один раз опишем функцию, которая с помощью запроса значение этого реквизита будет получать. Ну и, к примеру, давайте такую штуку напишем. Явно для этого нам подойдет общий модуль. Здесь уже какой-то общий модуль имеется. Напишем функцию. Функция должна быть применима к разным объектам. Назовем ее получить значение реквизита. Чтобы получить необходимые данные, нам нужно узнать ссылку на какой-то там объект в базе. И название реквизита. И имя реквизита. К слову экспорт обязательно подпишем. Нам потребуется запрос для получения данных. Можно заготовку собрать с помощью конструктора с обработкой результата. Я, для примера, возьму какой-нибудь реквизит из справочника. Неважно какой. Просто, чтобы сократить время написания текста. Начинаем с запроса. Но я не добавил условия отбора. Функция будет работать с любым объектом ссылочного типа. Мы передаем запрос в ссылку. Запрос обращается к некой таблице. И вот здесь самое интересное для нас сейчас. Это написать текст запрос таким образом, чтобы он обращался не к таблице справочника номенклатуры, а к той таблице, которая соответствует переданному параметру ссылка. А значит нужно выяснить, к какому объекту относится эта ссылка, как он называется. И вместо справочника точка номенклатуры в текст запроса вписать нужные нам названия. К счастью, здесь все решается очень просто. У ссылок есть метод метаданные. Которые возвращают объект в стройного языка, соезжающий свойства с описаниями этого объекта. Если передаем ссылку на справочник номенклатуры, получаем объект, описывающий свойства этого справочника. Ну и среди свойств методов метаданных есть метод получить, не получить, прошу прощения, полное имя. Если это справочник, то полное имя будет такой справочник, точка и название справочника. Если документ, то соответственно документ, точка, название документа. Это идеально подходит для написания запроса. Чем мы и воспользовались. Только нужно поменять список выбранных полей запроса. Вписать сюда имя реквизита. И в условии отбора сделать вот так. Отбираем по ссылке. Получили универсальный текст запрос, который сработает для ссылки на любой справочник, любой документ и тому подобное. Осталось нам выполнить запрос и вернуть результат из функции. Вот такая функция. Новое для нас здесь, если смотреть на курс по основным объектам, это применение метода методанных, которые есть у ссылок. Ну и попробуем эту штуку применить. В функции получить номенклату и напишем здесь вызов метода из общего. Обращаемся к номенклатуре и имя реквизита. Цена продажи. Кое-что не дописано в общем модуле. Запрос использует параметр. Параметр не установлен. Теперь. Это уже какой-то другой вопрос, не касающийся наших доработок. Отписанная нами работает. Вопросы появились, задавайте, потому что впереди у нас еще много разных примеров. Чтобы вопросы не накапливались, можем обсуждать их сразу. Вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Потому что обсуждать вопросы голосом при большом количестве слушателей у нас возможности нет. Так что вопросы в чат жду. Пока нет вопросов, мы посмотрим второй пример. Второй будет связан с теми же документами, но немножко другой сценарий. Когда создает пользователь документ продажи, нам будет полезно заполнять склад каким-то значением по умолчанию, если оно заранее известно. Идея решения, я думаю, понятна тем, кто знаком с разработкой. В самом простом случае мы можем добавить, например, константу. Называть ее склад по умолчанию. И значение этого склада используем. И технически все можно написать в документах, писать какую-то одну универсальную процедуру в общем модуле, которая будет заполнять склад и любые другие значения по умолчанию, которые нужно подставить. В зависимости от того, что в документе есть. То есть, если в документе склад есть, то эта процедура будет с этим разбираться и заполнять склад самостоятельно. Лучше логику заполнения значений по умолчанию из самих документов вынести, а из документов только запускать некую процедуру из общего модуля. Напишем процедуру. Нажовем заполнить реквизиты по умолчанию. Параметры. Передаем какой-то объект. Например, справочник объект. Либо реквизит формы объект. Тоже подойдет. Формы. Остальный реквизит формы объект. То у этого объекта есть ссылка на документ. Мы уже видим, который вернет нам метаданные этого объекта. Объект, содержащий описание данного документа, какие у него есть реквизиты в том числе. И с помощью метаданных сейчас мы выясним, а есть ли у этого документа реквизит склад. Если нет метаданные объекта, реквизиты, коллекция реквизитов объекта, реквизиты, найти склад. Пробуем по имени реквизита найти его в коллекции реквизитов этого объекта. И если это значение не неопределено, а значит склад у этого документа есть, можно без ошибок обращаться к свойству объекта под названием склад. Объект.склад присвоить константным склад по умолчанию получить. конец если. Аналогично в этой же процедуре можно настроить заполнение по умолчанию, любых других свойств. При необходимости проверять, есть ли нужный реквизит у объекта. И для проверки хотя бы в документе поступления данные этого объекта заполнить склад. Потому что у этого документа... Склад по умолчанию заполнился. Ура! Наша процедура работает. Если есть вопросы какие-то по этому примеру, пишите. Следующий простой пример связан с номенклатурой справочника. Он у нас есть. А ситуация такая. Если пользователь создает новую номенклатуру, то в этой новой номенклатуре... Номенклатура, видимо, заполняется. Единица измерения заполняется. Такая ситуация, что пользователи часто создают новые товары копированием существующих товаров. И вот при копировании основная единица уже не заполняется. А значит, нам нужно это как-то поправить и сделать так, чтобы даже при создании новой номенклатуры копированием основная единица тоже заполнялась значением по умолчанию. Вопрос в том, как это делать. Ну, явно нам придется программно вмешаться в процесс и дозаполнять, что не заполняется автоматически. Ну, ищем события при копировании. Есть возможность написать процедуру, которая будет срабатывать при копировании объекта. И что-то здесь написать. А сложность здесь в том, что нужно выяснить, что же все-таки назначено в качестве значения по умолчанию для реквизита. Основная единица измерения. Можно открыть свойства реквизита и посмотреть, что значение заполнения сейчас штуки. Ну, это написано в свойствах реквизита. Будет неудобно и некрасиво явно обращаться вот к этой единице при написании программного кода, потому что в будущем, возможно, мы это значение заполнения поменяем в свойствах этой номенклатуры. Точнее, в свойствах реквизита. Поэтому будет правильнее брать значение заполнения из настроек вот этого свойства, а не напрямую обращаться к единице штуки. Напишем следующее. Во-первых, проверяем, а не заполнены ли основные единицы измерения. Потому что только если она пустая, вот тогда нужно заполнять. Если она пустая, тогда основной единице измерения нужно присвоить новое значение. А взять ее нужно из настроек свойств вот этого реквизита основной единицы измерения. Как туда добраться? Тут немножко другой подход. У нас есть встроенный объект метаданные. Тут мы обращаемся уже ко всему дереву объектов конфигурации в целом. Дальше конкретизируем, пишем, что нас интересуют метаданные справочника. Конкретно справочник и номенклатура. Конкретно одного из реквизитов. А конкретно реквизит основной единицы измерения. И вот у этой основной единицы измерения есть свойство значения заполнения. Вот так мы обращаемся к этому значению заполнения. Конец есть. Проверяем. Вот у этой номена, у которой не заполнена единица. Копируем ее. И видим, что даже при копировании, даже если она была пустая, все равно заполнена основная единица измерения. И этот вопрос мы решили. Теперь более сложный пример. В этой конфигурации, в этом курсе писалась простая обработка, которая делала что-то с документами. Это не то. Вот изменение документов. Не важно, что она делает с документами. Важно то, что она перебирает все документы какого-то одного вида, а потом что-то с ними делает. Вопрос такой, если нам захочется сделать обработку, которая не с одним документом умеет работать, а со всеми, которые у нас в базе есть. Как мы добьемся вот такого эффекта? Технически это возможно, потому что мы уже в курсе, что можно программно определить с тем, какие документы есть в дереве конфигурации. И можно предложить пользователю этой обработки выбирать один из видов документов, которые у нас есть. Давайте думать, как это сделать. Во-первых, нужно обеспечить возможность выбора в форме вида этого документа. А значит, у нас появится какой-то реквизит вид документа. И будет он содержать в себе имя того документа, который мы собираемся обработать. Причем, не просто имя, а имя это можно будет выбирать из списка. Значит, нам потребуется кнопка выбора из списка и нужно ее каким-то образом включить. Тут есть варианты. Попробуем включить режим выбора из списка. Но самое здесь сложное при оформлении этого списка каким-то образом сделать так, чтобы в этом списке были виды наших документов. Список видов этих документов задавать будем при создании формы. При создании формы на сервере заполним список видов и когда форма откроется мы уже сможем выбирать из этого списка. Список документов есть, как мы уже видели в метаданных метаданные документы. Вот эта штука представляет из себя коллекцию, которую можно обойти с помощью цикла для каждого. Для каждого документ из метаданные документы цикл и на каждом шаге мы будем добавлять в список видов документов название нового документа. Чтобы добраться до этого списка нам нужен элемент формы элемент вид документа, только элемент формы содержит список выбора а не реквизит формы. Список выбора здесь имеется это список значений он изначально пустой, поэтому запускаем метод добавить и передаем туда значение. А каким будет значение? Документ.имя У элемента метаданных у документа есть имя это то самое имя, которое написано здесь в дереве конфигурации. Но с точки зрения пользователя нужно видеть, наверное, не имя, а его представление в нашем случае синоним. Поэтому здесь можно задать не просто значение, но и представление этого значения. представление будет таким. Документ точка представление конец цикла Таким образом заполнили список видов документов и теперь нужно сделать так, чтобы при запуске процедуры, которые с документами что-то делают, мы могли обратиться не к вступлению товаров, а к другим документам. Значит, убираем вступление товаров, опишем здесь вид документа. Ну и желательно перед этим проверить, заполнен ли он вообще, мало ли. Если вид документ не заполнен, тогда мы ничего делать не будем. Нужно запустить и убедиться, что хотя бы без ошибок эта штука работает. Изменение документов это называется. Во-первых, видим, что появился список с документами. Если сейчас создать новый документ в дереве конфигурации, то здесь его уже можно будет увидеть. Ну и обработать данные этого документа. Вот такая полезная доработка у нас получилась. И можно немножко усложнить этот пример и допустить, что эта обработка не обязательно записывает эти документы. Возможно, она их должна еще и провести. Вот так. Ну, казалось бы, ничего страшного и все будет прекрасно работать с тем, что мы сейчас написали. А пока это действительно так. пока обработка вполне работоспособна. До того момента, пока у нас не появятся документы, которые не могут проводиться. А что это за документы? Ну, например, создан документ, просто документ называется, запрещено. Проводиться ему вообще нельзя. А если так, то что произойдет в обработке? Давайте смотреть. Там документ. В обработке что-то с ним сделать не получится. и универсальное положение. И этим мы еще раз воспользуем. Вот так делаем. Обращаемся к метаданным и виду документа. Документы и по виду документа Метаданные. Они определились с метаданными. И разрешено проверенную. Написано значение разрешено или нет, тогда мы считаем, что оно разрешено. Но сейчас вопрос в том, что в этом сводит синтакс, поможет, что это такое, что вполне вероятно. Какие варианты значения у нас есть? Да, мы можем пытаться документ проводить. Нам осталось ниже подписать условия, что если конец если. Проверим. Видим, что обрабатываются уже все документы. то есть этот момент мы исправили. По поводу видео. Если подвисает, будем надеяться, что в записи подвисать не будет. Запись появится на сайте. Можно будет посмотреть повторно. Сейчас мы, пожалуй, не будем этим вопросом заниматься. И еще один пример. Он простой, но все же. Скажем, мы решили, что у нас есть обязательные для заполнения реквизиты в справочниках и в документах. И мы знаем, что система их выделяет цветом. Но нам этого мало. Нам нужно обратить особое внимание пользователя на то, что реквизиты являются обязательными. Например, цена продажи. Нам мало включить здесь свойства проверка заполнения. Нам нужно еще как-то дополнительно выделить в форме вот этот элемент. Для этого мы решили каким-то цветом мы можем выделять этот элемент в форме. И технически что мы можем сделать? Мы можем написать что-то при создании этой формы, например. Мы можем обратиться к элементу формы и установить ему какой-то особенный цвет. Элементы, цена продажи, цвет фона и какой-то цвет установить. Но если мы так сделаем в каждом документе, а потом нам захочется поменять этот цвет, то нам придется все документы переделывать. Это не очень удобно. Если мы допускаем, что цвет может в дальнейшем меняться, нам лучше один раз где-то его описать. Такая возможность есть. Это называется элементы стиля. здесь уже есть цвет важных полей. Вот его и будем использовать. Но нужно как-то сослаться на этот элемент стиля. А такой коллекции, которая бы называлась элементы стиля, у нас нет. А доступ к этим элементам работает именно через мета-данные. Мета-данные. Элементы стиля. Цвет важных полей. Свойства значения. Вот так мы сослались на цвет. Один раз цвет описали, впоследствии можем его менять, как нам захочется. Посмотрим, как это выглядит. Выглядит вот так. И еще один последний познавательный пример. Он связан с заполнением документа, например, документа поступления. Скажем, мы решили ввести учет таких там заказов. У нас нет документов заказа, но представим себе. И, соответственно, у нас появляется какой-нибудь регистр заказы поставщика. Регистратора у нас тут явного нет, но я что-нибудь сюда добавлю. Мы не будем, естественно, этот учет сейчас реализовывать, но нам регистр нужен. Достаточно. И если у нас есть этот регистр, нам, конечно, удобно, чтобы документ поступления автоматически заполнял данные в табличной части из этого документа. Для этого можно добавить команду заполнить. и по этой команде что-то у нас там будет происходить. А конкретно будет выполняться запрос к данным этого регистра и полученные данные будут заполняться в табличной части. Все вроде хорошо, но что, если у какого-то пользователя не будет прав доступа к этому регистру? Если прав у пользователя нет, то он увидит в интерфейсе все равно эту кнопку, потому что эта кнопка явно никак не связана с регистром, с правами доступа к этому регистру. В общем, система автоматически ее не скроет, потому что она не анализирует то, какой код запускается вот этой кнопкой. Нам бы хорошо сделать ее как минимум недоступной. В зависимости от того, есть ли у текущего пользователя права на доступ к этому регистру. Вот конкретно право чтения. Если нет права чтения, эта кнопка должна быть недоступна. Как такое можно проделать? Нам придется регулировать доступность программно, опять же, при создании этой формы. Как изменить доступность в курсе? Мы обращаемся к коллекции элементов. Кнопки заполнить и меняем свойства доступность. Но как нам понять, есть ли у текущего пользователя право на чтение данных из регистра? На этот счет есть встроенный метод права доступа, который это проверяет. Мы указываем, какое нам нужно право и указываем, к какому объекту это право должно относиться. И вот здесь нам нужны методанные. Мы с помощью методанных конкретные методанные регистры накопления заказа поставщикам. Нам явно в этом примере методанные не нужны, но есть множество методов встроенного языка, где нам нужно сослаться на какой-то объект, и это делается не по имени, а через методанные. Указывается объект методанных. Вот еще один сценарий применения этой штуки. Я думаю, из этих примеров уже понятно, что такое методанные, как ими пользоваться, зачем они нужны. Это все примеры, которые мы собирались посмотреть в этом семинаре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА